Я был инициатором, когда Ельцин работал президентом, чтобы мы каким-то образом формализовали то, что у меня референдум прошел, я должен был что-то предпринимать дальше. У вас его не было, хотя мы с Ельцином часто об этом говорили, он готов был провести этот референдум. Я говорю, давай тогда заключим какой-нибудь договор Беларуси-России и покажем, в каком направлении будем двигаться. Мы соглашение подписали, потом постепенно пришли к договору, более высокий уровень, прописали там многое, что обязательно перейдет в Конституционный акт. И органы власти, и единую валюту, еще это признаки Конституции были в этом договоре. Мы сознательно на это шли. Я был инициатором этого, при втором президенте. Мы к этому шли-шли. Я многое предлагал. Вы на это не шли. Ну и я понял, что Россия не готова двигаться по этому договору. И мы спокойно, договорившись с президентом Путиным, потом Медведевым, начали снизу выстраивать то, что мы можем, как они сказали, то, на что пойдут наши народы. И вот мы двигались потихоньку. Что сделали, то сделали. Что случилось сейчас? Что случилось, что вы схватились за договор? Что случилось? Вы его вообще не воспринимали и вдруг на самом высоком уровне озаботились в будущем нашим и за договор взялись. К чему весь этот шум? Почему вдруг, какие цели и что Россия, заметьте, в данном случае хотела бы от нас. Для нас, запомните, святое. Это суверенитет. Я уже об этом говорил. Ну и та относительная независимость. Я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И мы тоже не настолько независимы, но суверенны. Если нас хотят, как Жирновский ваш предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если Россия такими категориями руководства России мыслит, это во вред России самой. А вы почувствовали угрозу суверенитету? Ну, не то, что угрозу. Я всегда эту угрозу чувствую, то с одной, то с другой стороны. На то я президент. Это главный вопрос в работе президента. Обеспечить суверенитет страны. Это в Конституции записано. Поэтому я всегда должен так по странам смотреть, чтобы какая-то угроза не была. Я сейчас большую угрозу, допустим, несуверенитету в своей стране чувствую с юга, когда хлынуло оттуда оружие. Вот это для меня проблема. Опасность.